всех приветствую сегодня будет тоже простой выпуск в принципе повторю то что вчера говорил жду обвала сейчас мы как бы пытаемся чуть-чуть закрепиться над этими трендовыми но что-то сомнительно все это единственное что меня смущает это то что все таки вот это падение не совсем импульсное но бывает что биткоин с такого падает то есть грубо говоря сейчас по волнам торговать смысла нет то тоже видите никакого импульсного падения не было она поступилась так что костей не соберешь поэтому тут я ожидаю просто повтора этого почему потому что еще раз повторюсь очень многие хотят тут продать там огромнейшая плотность вверху а то как мы падаем гораздо сильнее чем растем поэтому как бы тут ну сомнительно ждать роста хотя он возможен то есть было такое на самом деле недавно когда пампели здесь вот это дело то есть вот этот участок на самом деле похож вот на этот то есть если специально захотят они могут кэш закинуть но не так сильно я не думаю что сейчас будет памп потому что зачем давать людям заработать от большинство все-таки хотят тузымуна там уже да винчи там известный блогер уже продал дом купил биткоин этот по 9 500 и хочет 16000 продать и купить дом и обратно и потом еще кучу денег оставить но таких вот ребята разводят всем рисует такую красивую картинку что у нас тузыму нас откат и еще раз тузымун и у них как бы у всех вот это на уме что сейчас вот вот взлетит и в прошлый раз тоже самое было здесь так что сейчас сейчас взлетит но только вот сюда поэтому повторяться не буду тут вниз идет так что еще тут у нас по эфиру ну как бы вроде как вниз опять же здесь тройки то есть на самом деле еще раз повторюсь у нас странная такая фигура волновая то есть реально чисто торгую обман очки потому что рассчитывая на то что финих все-таки не обманет по сэнпи у нас довольно странная картина даже надо мелкие включить чтобы понять не стало видите нормально мы слились из этой широтовой зоны я тут перезошел 28 50 но что-то оно как-то слишком высоко ушло под закрытие и я так понял это связано с тем что там принимали новый пакет поддержки экономики американские три триллиона долларов выделили то есть два уже выделено уже роздана и они хотят еще три выделить но это ближе к осени и как на это отреагирует рынок трудно сейчас сказать ну по сиплому как бы шорт под сомнением потому что они могут реально вверх закинуть ну либо наоборот они скажут раз деньги на рынок пошли то мы сюда пойдем то есть всякое может быть здесь то есть рынок опонет в понедельник куда именно не знаю на самом ли крипте это сейчас мало имеет отношения но тут опять же вариант то ли вверх то ли вниз почему потому что есть здесь вариант что вот это прошла троечка такая то это btc и мы уже как будете летим на 3 100 а есть вариант что это только первая была не пойдем мы сильно сильно вниз поэтому тут трудно сказать но что-то она как-то слишком отросло и поэтому тут под сомнением здесь вариант все-таки вверх пойти по золоту тоже мы идем вверх там цель тысячи под 60 тысячи семьсот восемьдесят может какую-то коррекцию даст по пути суть в том что выше она хочет она пробила хай там уже подтвердилось серебро вообще улетела вверх нереально улетела там чувствуем 17 может но в любом случае это надо шерстить потому что по серебру напомню такой вариант у нас такой и это будет весело короче надо шерстить однозначно почему потому что здесь тройка прошла это скорее конечный диагональ потому что есть тоже какая-то троечка идет и конечный диагональ обычно очень высоко могут закидывать вторые волны а потом идут пробивать вот это дно по нефти идем вверх чуть-чуть то есть пробили мое это это все дело куда она там и потом пойдет в понедельник не знаю на еще могут чуть выше закинуть на всякий случай чтобы засадить пробойщиков и точно сбить стопы тут уже шартил как бы не осталось почти потому что в основном они стопы сюда ставили поэтому как бы тут вниз пойдет так здесь у нас данная логичная ситуация единственное что здесь стопы вот здесь сидят как бы они туда не закинули по рублю идем вниз и как бы это еще раз подтверждает что нефть может и выше пойти здесь мы дно не пробили не пробили еще но еще есть куда добить немножко по баксу ну как бы вверх он идет на как-то так странной такой формы опять же повторюсь я не знаю что такое евро доллар отскочил вверх там очень плохие новости вышли по экономике сша продажи встали там практически на 20 процентов выше ожидания там 16 или 20 безработица 15 процентов то есть там реально экономика в руинах но при этом как бы рынок растет удивительно но евро как бы чуть-чуть вверх закинули но опять же в евро в нисходящем тренде все таки жду вниз это все ерунда все эти новости фунт ушел что-то ниже чем я думал в принципе нормально как раз этот хвост дал и на этом деле как бы он может еще чуть-чуть есть по торговаться и пойдет вверх почему потому что вот это дело похоже на тройку опять же точно не скажу но как-то это все выглядит коррекционно но с другой стороны вариант вверх как это разметить не знаю но как минимум коррекцию даст потом вниз пойдет то есть это может быть 1212 и полетели вниз примерно так так здесь растем фунта слили евро стоит не знаю куда это пошло эта фигура очень странная просто так по ене тоже какой-то распил идет не вверх не вниз не хочет лучше не лезть даже сюда и по франку вроде как вверх хочет совершенно не точно короче по баксу вообще полная неясность по форексу канада вроде вверх поперла но если нефть полью то она еще выше полетит но при этом еще как бы мы еще в рамках коррекции можно ходить сюда пониже поэтому как будут вещи не покупал вот так вот так что что могу сказать по крипте еще раз повторюсь но если мы ниже вот этих трендовых уйдем то есть на 9000 что это никуда не вверх в данном случае мы отросли троечкой ну и парик какой-то странной фигуры непонятный то есть тут чистая техника не работает но чисто техника обманочек графических всяких анализов говорит что мы вниз полетим потому что тут паттерна абсолютно то же самое что и прошлые сливы всех закидывать наверх устраивает раздачу попилит попилит и потом раз сопли вниз вот такой и все и всякой всем каюк поэтому как бы до винчи я думаю без дома останется посмотрим честный будет и до следующих встреч